Секру Силья Годы Лупы Наконец-то ты пришла. Я столько раз просила Вилли привезти тебя сюда. Это правда. Но я считал, что вы знакомы. Как тебе моя сестра? Она очень красивая. Ты тоже. Спасибо. А где Франк? Он там. Сейчас я тебе его представлю. Отлично. Он очень хороший человек. Сумел поднять этот клуб на такой уровень, что сюда ходят сливки общества. Ладно, мы пойдем. До свидания. Ты думал, что никогда меня не увидишь? Что всю жизнь будешь бегать от меня? Без криков, пожалуйста. Успокойся. Что значит успокойся? По твоей вине я все потеряла. Ты должен нести за это ответственность. А ты меня бросил. Я потеряла все по твоей вине. Минуточку. Не по моей вине, а по своей. Ты была в таком нетерпении, что не могла дождаться, пока твой старичок уедет. А хоть бы и так. Сейчас все раскрылось. И ты должен мне помочь. Я оказалась на улице. Мне нужно, чтобы ты женился на мне. Нет, Дора. Как я могу жениться на тебе? Ты знаешь, что я противник брака. Я не сошла с ума. Я на улице. У меня нет денег, нет одежды, нет ничего. Я хочу, чтобы ты отвел меня к себе. Забудь об этом. Это невозможно. Мерзавец. Подонок. Негодяй. Успокойся, успокойся. Подонок. Негодяй. Отпусти меня. Отпусти. Успокойся. Успокойся. Мы не можем подчиняться ребенку, Йоси. Нам нужно принять решение. Я знаю, Харри. Но... Девочка очень невоспитанная. Отчим дал ей неправильное воспитание. Это нужно исправлять. Я, как отец, должен показать ей мою власть. Я боюсь. Если она не принимает тебя сейчас, представь, что будет, когда ты попытаешься заставить силой. Хуже уже не будет. Ей нужна твердая рука. Пожалуйста, позволь мне попытаться. Хорошо. Делай, что хочешь. Только бы у тебя получилось. Это единственное, что нам мешает снова быть вместе и быть счастливыми. Всегда. Я оставлю тебя с ней. Я видела, как ты целовал маму. В этом нет ничего плохого. Мы с твоей мамой любим друг друга. Она была моей женой, и мы снова поженимся. Нет! Уходи отсюда. Уходи отсюда и больше не возвращайся. Тита, я твой отец, и ты должна уважать меня. У меня был другой папа, и он был добрым. Послушай, что я тебе скажу. Ты не займешь его место. Я не позволю, чтобы ты женился на маме. Если она выйдет за тебя замуж, я убегу из дома. Я ей скажу, что убегу из дома. Понял? Иди сюда. Знаешь, чего ты заслуживаешь? Пару хороших шлепков. Хватит капризов. Поняла? С сегодняшнего дня ты будешь относиться уважительно к людям, которые тебя любят. И я больше не потерплю твоих дерзостей. Не потерплю. Смотри мне в глаза. Если будешь плохо себя вести, я буду тебя наказывать. Поняла? И еще одно. Что касается того человека, ты должна знать, что он не был хорошим. Он был плохим. Ты должна мне верить. Я твой отец. Он причинил много вреда. И его убил не я. Бог послал ему смерть, которую он заслужил. Его звали Аранго. Эрнесто Аранго. Но кто он был, Антонио? Порочный тип. Хуже не придумаешь. Этот человек опорочил свою профессию. Он использовал ее как ширму для своих грязных дел. Он был связан с преступным миром, с наркодельцами. И совершил массу преступлений. Я его помню. Я видела его в лечебнице. И очень его боялась. Хотя у меня было не в порядке с головой, я поняла, что он хотел причинить мне зло. Однажды я услышала, как он говорил о моей смерти. Да. Он был мерзким, отвратительным человеком. И умер, как и должен был умереть. Насильственной смертью. От рук полиции. Почему он меня преследовал, Антонио? Почему похитил моего сына? Ему удалось стать правой рукой Оливия Мендоса. Также его использовала Луиза Самбрано. Он вел двойную игру. И они ему очень хорошо платили. И все-таки вернемся к случаю с ребенком. Я знаю, что тетя Луиза унесла его из госпиталя. Люди Орангу, которых он внедрил туда, чтобы осуществить похищение, отняли ребенка у Луизы. Все выяснилось потом, когда помощники этого мерзавца оказались за решеткой и начали давать показания. А куда после этого попал Луиза Антонио? Любовница Орангу отвезла его одной паре. Что они собирались с ним сделать? Оливия приказала продать ребенка. Но поскольку у них этого не получилось, она приказала убить его. Какой ужас. Но как Альфредо удалось вернуть его? По воле судьбы. Мужчина, в руки которого попал твой сын, оказался другом Альфредо. И когда он узнал правду, вернул ему сына. Кто этот мужчина? Не знаю. Есть детали, которых я еще не знаю. Антонио, я хочу все знать. Постепенно ты все узнаешь. Сядь, пожалуйста. Перейдем к другой теме. Сейчас, когда ты появилась, ты должна понять, как я заинтересован, чтобы ты вернулась в организацию. Антонио, честно говоря, не знаю. Я хочу посвятить тебя сыну. Мне нужно наверстать упущенное время. Конечно. Но тебе не нужно все время находиться в офисе. Ты можешь работать дома. Как это делала Луиза? Главное, чтобы ты была в курсе всего и могла принимать решение. Да, но пока я не знаю. Ты бы нам очень помогла. Я был бы очень рад, если бы ты согласилась. Хорошо, Антонио. Раз вы так просите, можете рассчитывать на меня? Спасибо, Гвадалупе. Мне нужно кое о чем тебя предупредить. Тебе придется работать с Альфредом. Что? До того, как ты появилась, он принял мое предложение. Мы подписали контракт. Альфредо один из руководителей предприятия, и тебе придется делить это место с ним. Эдельмира? Они там вдвоем, в гостиной. Кто? Гвадалупе и доктор Энфанте. Синьор Алехандро. Конечно, он пришел навестить ее. Эдельмира, они обнялись и поцеловались. Какая непристойность. Ради бога, Сира, какие у тебя грязные мысли. Он муж Даниэлы и любит ее. Да, но вспомни, он был первым возлюбленным Гвадалупа, когда она появилась в этом доме с наимным личиком. Ей нравится, когда вокруг нее вьются мужчины. Альфредо, я так рада видеть тебя. Я весь день пытался вырваться. Но ведь ты знаешь, какая у меня работа. Альфредо, я знаю, что у тебя тоже проблемы. Диана рассказала мне о Даниэле. И что она тебе сказала? О наркотиках. Да. Лупы прошли через ад. Но, к счастью, это уже позади. А еще что? Даниэла ждет ребенка Гвадалупа. Правда? Какая радость. Да, конечно, это повод для радости. Но мы боимся, что ее увлечение наркотиками может оказаться губительным для ребенка. Алехандро, как я сожалею, правда? Спасибо. Но давай поговорим о тебе. Поговорим о тебе. Ты должна многое мне рассказать. Главное, ты уже знаешь. После того, через что я прошла, я счастлива, что поправилась, что снова здесь. И особенно, что вернула сына. Лупы, а что с Альфредо? Ничего. С ним ничего. Как ничего, Лупы? Послушай, Алехандро. После тысячи колебаний, тысячи сомнений, я готова была пожертвовать ради него человеком, которому стольким обязана. Человеком, который заслуживает моей любви. Поскольку я чувствовала, что по-прежнему люблю Альфредо. Во мне все еще жила та большая любовь к нему. Я сказала ему об этом. Я решила вернуться к нему. И тогда узнала о том, что он сделал. Он скрыл от меня, что вернул сына. Это было жестоко, скрывать от меня, что ребенок жив. И этого я не смогу ему простить. Прости, Лупы. У Альфредо были на то причины. Послушай меня. Доктор Феррер предупредил, что сильное волнение может навредить тебе. Да, но Альфредо знал, что со мной все в порядке. Он видел, что я поправилась. Лупы, пойми меня, пожалуйста. Нет, Альфредо, это было эгоистично с его стороны. Из-за глупого желания доказать, что он может вернуть меня как мужчина, он заставил меня страдать. Ты считаешь это справедливо? Этому нет оправдания, Альфредо. С матерью так не поступают. Послушай, Гвадулупе. Послушай меня. У тебя свои доводы. Они убедительные. Но есть факт, от которого ты не можешь отмахнуться. Есть правда, которую ты должна признать и принять. Альфредо тебя любит. Он мог совершить ошибки, как любой другой человек. Но он любит тебя. Всей душой. Я решил встретиться с тобой, чтобы поставить в известность, что Гвадулупе согласилась вернуться в организацию Самбрану. Тебе удалось убедить ее? Я рад. Я заставил ее понять, что так будет лучше, что нам нужна ее помощь, конечно. Но она знает, что я... Да. Я ее предупредил, что придется работать с тобой. Что она сказала? Ей не слишком понравилась эта новость, но она ничего не сказала. Прекрасно. По крайней мере, не отказалась. Альфредо, я прошу тебя об одолжении. Надеюсь, вы с ней сработаетесь. Только не смешивайте свои личные проблемы с работой. Не беспокойся. Постараюсь, чтобы этого не случилось. Антонио, я хочу, чтобы она была рядом со мной. Хочу как можно больше времени быть с ней. Это мой шанс помешать тому человеку сблизиться с ней. Я должен освободить Гвадалупа от его влияния. Он хочет отнять ее у меня. Хисус, это Виолетта и Сира. Очень приятно. Я Хисус. Добро пожаловать в этот дом, сеньор. Вам что-нибудь принести, сеньора? Что вы желаете? Мне ничего. Как это вы ничего не хотите? Может быть, кофе? Виски? Или бокал вина? Спасибо, я не пью. Тогда сок. Да нет, спасибо. Я пришел, чтобы побыть с тобой. И знаешь, мне бы хотелось познакомиться с твоим сыном. Если он не спит. Виолетта, поднимись. Там Каталина с ребенком. Если он не спит, принеси его, пожалуйста. Да, сеньора? Извините. Извините. Сира. Иди сюда, Хисус. Идельмира? Идельмира. Врач ушел, но зато пришел второй. В чем дело, Сира? Сейчас с ней другой мужчина. О ком ты говоришь? О ком же еще? О Гвадалупе? Этот, что пришел, тоже аргентинец. Как ее последний жених. Тот, который умер. Кто знает, что ожидает этого. Она как паук. Даст поухаживать, а потом... Ради бога, Сира. Держись покрепче. Он сказал, что хочет познакомиться с ребенком, и она растаяла. Взяла его за руку. Она его. Я тебе говорила, Идельмира, Гвадалупе, та еще штучка. Какой он красивый, твой сын. Привет, Луис Антонио. Мы с тобой должны стать друзьями. Правда, мы с тобой поладим? Смотри-ка, он отвечает. Мой родной. Конечно, Иисус. Он очень хороший, очень общительный ребенок. Такой славный, ласковый, нежный. Несмотря на то, что рос вдали от меня. Такое впечатление, что мы никогда не расставались. Я рад. Ты так страдала, когда потеряла его. Никто не знает этого лучше меня, потому что я был с тобой в тот трудный для тебя период. Да, Иисус. Ты мне очень помог. Ты был моей опорой. И, кроме того, благодаря тебе я смогла вернуть Луис Антонио. Знаешь, я готов на все, только бы видеть тебя счастливой. Я счастлива, Иисус. Очень счастлива. Мой сын дал мне покой, в котором я так нуждалась. Я так его люблю. Я тоже буду его любить. Как настоящий отец. Я буду любить тебя даже больше, чем он. Ты должна что-нибудь съесть. Нет, Анжела, у меня нет аппетита. Правда, нет. Надо хорошо питаться, Даниэла. Пойду посмотрю, кто там. Чья она? Проходи. Привет, тетя. Где Даниэла? Она здесь. Проходи. Как дела, подруга? Послушай, Алехандро сказал, что ты не захотела сделать пробу. Как это возможно? Видишь ли, Чья она? Я знаю, что ты заставила ее отказаться, тетя Анжела. Позволь сказать, что ты поступила очень плохо, дав ей этот совет. Я не хочу обсуждать это с тобой. Это уже решенный вопрос. Очень легко решать за других. Но ты понимаешь, какую ответственность ты на себя берешь. Чья она? Ты будешь говорить мне об ответственности? Тетя, у нас с тобой разная мораль. Но ради того, чтобы навязать свою, несправедливо заставлять Даниэлу принести в этот мир больного ребенка. Более несправедливо и более жестоко помешать этому ребенку родиться. Это было бы преступлением. Нет. Преступление, если семья развалится из-за ребенка, который придет в этот мир страдать и приносить страдания другим. Даниэле придется полностью посвятить себя ему. Она не заслужила такой крест. Я помогу ей. Нет, тетя, ты уже пожила. Ты была счастлива. Даниэла только начинает жить. Чена, она ни в коем случае не станет делать аборт. Ее ребенок уже живет. И из любви к нему нет. Из любви к нему она не должна его родить. Именно из любви. Из жалости она должна избежать того, что его ждет. Участь ограниченного ребенка, дефективного, который не сможет играть с остальными детьми. Родить такого ребенка это самое грустное, что может быть тетя Анжела. И даже ради Алихандру. Из любви к Алихандру Даниэла должна быть сильной и сделать то, что должна сделать. Альфредо, я говорил с Лупой, поэтому позвонил тебе. Хотел предупредить, что она очень обижена на тебя. Да, я знаю. Но я сделал это Альфредо, я понимаю свои доводы, а она нет. Да. Я знаю, что она в ярости. Ситуация сложная. Но Алихандру, ты ее друг. Она тебе доверяет. Помоги мне. Поговори с ней. Послушай, Альфредо, я пытался, но это бесполезно. Она, как бы это сказать, знать о тебе не хочет. Другими словами, она больше не хочет тебя видеть. Ей придется это делать, не только потому, что я буду навещать сына, потому что мы будем работать вместе. Это позволит мне завоевать ее. Желаю тебе удачи, но не думаю, что это будет легко. Я знаю, что это будет трудно. И все по вине этого Хисуса Сантандера. Он ее полностью подчинил. Возможно. Возможно. Но в конечном итоге проблема не в этом. Она не может тебя простить за то, что ты скрыл, что ребенок нашелся. Да, Алехандро, но я объяснил ей причины. Ты их тоже знаешь. Хорошо, Альфредо, но ты должен и ее понять. Она очень на тебя обижена. Она слишком много страдала, по твоей вине. Много раз она тебе доверялась. И много раз ты ее разочаровывал. сейчас она настроена против тебя. Так что советую тебе набраться терпения. Она ослеплена, рассержена. И не в ее состоянии все оценивать объективно. Послушай, этот ребенок, который в данный момент разлучил нас, в конечном итоге соединит нас. Так должно быть. У нас есть сын, которого мы оба любим. Посмотри, как он спит. Похож на ангелочка. Такой красивый. Уже что-то болтает. Скоро начнет говорить. С Иисусом он вел себя очень хорошо. Не плакал. К тому же, Иисус такой ласковый, такой нежный. Мне так хочется познакомиться с ним. Вчера, когда он был здесь, я не спустилась, потому что была в халате и не причесана. Но я хочу поговорить с ним, узнать, какой он. Твой спаситель. У тебя еще будет возможность пообщаться с ним. Послушай. Ката, я хочу просмотреть всю одежду ребенка, чтобы знать, чего ему не хватает. У него все есть, дорогая. Я все забрала с собой. Неважно, я хочу купить ему новые вещи, сама выбрать. Дорогая, ты входишь в роль матери, это естественно. И замечательно. Сейчас твой малыш с тобой. Ката, я хочу знать все, что произошло с моим сыном. Антонио мне рассказал, но он не все знает. Пожалуй, об этом можешь сказать ты. О чем, дорогая? Об этой паре, у которой был Луис Антонио. Да, Чео и Рита. Ты их знаешь? Конечно. Рита ясновидящая, а ее муж Чео парикмахер. Они живут напротив дома, где раньше жил Альфредо. Они хорошие люди. Да, дорогая. Слава Богу, наш малыш попал в руки людей, которые хорошо о нем заботились. Которые любили его, как настоящие родители. Они действительно относились к Луису Антонио как к родному сыну. Это хорошо. Не представляешь, как они переживали, когда пришлось вернуть его отцу. Как страдала эта бедная женщина, какая она была грустная. А бедный Чео, он просто подавлен, бедняка. Рита, оставь это. Ты не можешь заниматься спиритизмом. Ты разве забыла, что беременна? Ты ждешь ребенка. Рита, подумай об этом. Конечно, Чео. Я просто ставлю белые цветы, чтобы очистить дом, освежить его. Тогда ладно. Но я не хочу, чтобы у тебя снова были видения, Рита. Не беспокойся, негритосик. После того, как я забеременела, я больше ничего не видела. Хочешь еще кофе? Да, налей еще немного. В любом случае, пойди разберись с этими душами. Они всегда появляются, когда меньше всего их ожидаешь. Я не хочу этого. Забудь об этом. Закончились призраки, привидения, Чео. Слава Богу, потому что я пережил такой страх с этими покойничками. Секуньки. Секуньки. А вы? Я Гвадулупа Самбрано. Вы Чео? Мать моя, она даже знает мое имя. Рита, Рита, иди сюда, помоги мне, Господи. Я не знал, что призраки могут быть такими реальными. Рита, пожалуйста, помоги мне. Я не призрак, я не умерла, я жива. Я вернула своего сына. И пришла поблагодарить вас и вашу жену за то, что вы позаботились о Миссии Антонио. В чем дело, Чео? Боже мой. Рита, это Гладелупа Сумбрану. Она жива, это не призрак, она жива. Я уже сказала вашему мужу, что очень вам благодарна за то, что вы сделали ради моего сына. Каталина мне все рассказала. Господи, какой страх. Но проходите, проходите, садитесь. Успокойся, Чео, успокойся. Значит, вы появились. И ребенок уже с вами. Как Кокито? Мы звали его Кокито. Я с ним говорил, и он меня понимал. Я мечтал о том, что он станет великим спортсменом, бейсболистом, будет играть в высшей лиге. Этот ребенок феномен. Вы не представляете, как я счастлива, что он попал к вам. И вы заботились, и любили его. Спасибо вам большое. Не надо нас благодарить. Бог уже наградил нас. Он отнял у нас Кокито, но послал нам нашего ребенка. Рита беременна. Правда? Я очень рада, поздравляю. Но я не забыл Кокито. Я его по-прежнему люблю. Мне бы хотелось, чтобы он и мой сын встречались. Чтобы они стали друзьями. Да, это было бы прекрасно. Разумеется, так и будет. Вы можете приходить к нам, когда захотите. Вы будете всегда желанными гостями. Вы были добры к моему сыну и заслужили мою благодарность и мою дружбу. Конечно. Потому что ребенок – это самая большая радость на свете. Дани, что ты здесь делаешь? Я уже давно тебя жду. Да, дорогая. У меня был сложный случай. Но зачем ты пришла? Я пришла, чтобы пройти обследование. Я готова. Я готова. Дани, Дани. Дани. Я знаю, чего тебе стоило принять это решение. Я тебя понимаю. Ты замечательная девочка. Потому что ты всегда находишь в себе силу и мужество, которые нужны тебе в трудные моменты твоей жизни. Это худший момент в моей жизни. Потому что речь идет не о моей жизни, а о жизни моего ребенка. Но так же, как и раньше, когда все заканчивалось хорошо, вот увидишь, сейчас, Дани, Бог тебя не оставит. Он будет с нами. И Он поможет нам. Спасибо, дорогой. Когда можно начать обследование? Прямо сейчас, если хочешь. Отведи меня. Ее увезу, Тим. Увезу, как только мы поженимся. Все уже готово. Вы очень счастливы? Да. Хотя я знаю, что Виолетте жалко мать. Мне тоже. Эта женщина делает вид, что ее это не волнует, но... Я вижу, что она очень страдает. Наверное, тяжело расставаться с единственной дочерью. Но зачем надо уезжать так далеко? Ты садись. Тим, это единственный способ, чтобы Виолетта могла учиться. Я бы остался здесь. Мне нравится работать с Франком. Мне там хорошо. Ну, ладно. Главное, что ты женишься, что у тебя будет спутница жизни. Я тоже думаю сделать Чене предложение. Конечно, она очень современная. Ее не волнует штамп в документе. Но я хочу узаконить наши отношения. Зачем ждать? Чена – женщина моей жизни. Конечно. А где сейчас Чена? Я ее не видел. Пошла в больницу за результатами. Чена регулярно проходит медицинское обследование. Почему именно вы пришли отдать мне результаты? Я только хочу забрать их, вот и все. На этот раз все иначе, Чена. Почему? У тебя проблема. Какая? Мы обнаружили рак шейки матки. Нет. То, что вы сказали, доктор Фуэнтес, не может быть правдой. Должна быть это ошибка. Ошибки нет, Чена. К сожалению, нет никакой ошибки. Вот результат соскоба, который мы тебе сделали. Но, как это возможно? Как это возможно, что у меня рак? Как такое случилось со мной? Я регулярно прохожу обследование. Послушай, я твой гинеколог уже много лет. С тех пор, как ты повзрослела, я хорошо тебя знаю. Ты мне всегда доверяла и рассказывала о своих интимных делах. Да, как это могло случиться? Я... Ты очень рано начала сексуальную жизнь. Ты соблюдала меры предосторожности, заботилась о своем здоровье. Но ты была неразборчива. У тебя было слишком много партнеров для твоего возраста. Я, доктор, то, что вы говорите, Чена, статистика показывает большой процент этого типа рака у таких девушек, как ты, у которых очень рано началась интенсивная половая жизнь. Господи, я всегда проходила обследование. Я заботилась о своем здоровье. Слава Богу, что это так. Благодаря этому мы смогли сразу обнаружить заболевание. Доктор, ну что мне делать? Что мне теперь делать? Мы многое сможем сделать. Первое. Нужно узнать, можно ли спасти твою жизнь. Я решила вернуть детей. Знаешь, вчера я говорила с Анджелой, и ее слова заставили меня задуматься. Поэтому я и сделаю этот шаг. Хорошо, сеньора. И хочу пожелать вам удачи. Вы знаете, как я люблю ваших детей. Конечно. Ты помогла мне вырастить их. Это точно. Желаю, чтобы в этой семье воцарился покой, и навсегда закончились ссоры, скандалы, недоразумения. Идите, идите, идите. Ай, она такая довольная. Улыбается. Все будет хорошо. Такой я и хотела тебя видеть. На коленях, в униформе, прислуга. Предпочитаю ходить в униформе и быть молодой и красивой, а не такой старой, как ты. Жаль, что я не могу влепить тебе по щечину, потому что живу в этом здании. Нет. Просто ты боишься. Ну же, посмей дотронуться до меня хоть пальцем. Нет, дорогая, ты хочешь спровоцировать меня, чтобы я начала драку с таким мучтожеством, как ты. Но ты заблуждаешься. Ты пустое место. Ты не более чем мусор. Я не стану пачкать от тебя руки, Дорита. Не опущусь до уровня дешевой проститутки. Столько разговоров о достоинстве, а у самой дочи еще хуже. Я веду ну шевер по пасте. П Soyка. Я кричусь столько, сколько ты, С чемпять для тебя. Я ее пусть беру guess лучше. Я славно эту трубу. Даже когда в полив, Эти цветы по особому случаю. Надеюсь, мы навсегда запомним этот день. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты уже здесь? Да, только что пришла. Видела цветы? Прочла записку? Да. Ты заинтригована? Да. Сегодня у нас китайская кухня. Смотри. Жареный рис. Креветки и бутылка вина. Что будем праздновать? Предложение, которое я тебе сделаю. Чена, ты хочешь выйти за меня замуж? Послушай, я знаю, ты не придаешь большого значения браку, но мы вместе и мы любим друг друга. Это настоящее, это надолго. Во всяком случае, я так считаю. А ты? Я тоже, Тим. Тогда давай узаконим наши отношения. Поклянемся всегда быть вместе. Да, Чена? Да? Я бы этого хотела, Тим. Но это невозможно. Почему? Потому что... Потому что я умру. КОНЕЦ 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 Поклянемся Субтитры создавал DimaTorzok